Новогодний декор города почти готов. Нарядные улицы уже встречают жителей яркими огнями гирлянд и световых инсталляций. Видное в преддверии праздника всегда преображается по-особенному. И люди не перестают восхищаться этим сказочным великолепием. Мне очень нравится, очень красиво. И по-новогоднему такая атмосфера сказки в город приходит. Елка красивая, только рано поставили. А почему? Ну, потому что рано. В ноябре надо было только в декабре стоять, а в ноябре поставили. Елочка мне очень нравится на площади, где живая елочка, зеленую елочку. Поставили и украсили, очень красиво. В этом году появилось много новых элементов. Колонны двух административных зданий, расположенных на Советской площади, засверкали огнями многочисленных гирлянд. На фасаде Дома культуры появилась проекция с изображением. Как отметила заместитель начальника МБУ Дорсервис Раиса Мартынова, концепция праздничного оформления была разработана и утверждена еще в августе. В поселениях появились тоже дополнительные украшения в Молоково, в Развилке, Булатниково. Всего в муниципалитете сотрудниками Дорсервиса установлено 35 новогодних елей. А над главной лесной красавицей у кинотеатра «Искра», подобно звездному небу, возвысился световой шатер. Его диаметр составляет 35 метров. Мерцание огней и советский проезд. Улица пешеходная, поэтому иллюминация расположена прямо над дорожкой. Линьский городской округ практически на 99% на сегодня, 9 десяток, готов по оформлению праздничного 2021 года. Также украшения появились в городских парках и скверах. Анастасия очень любит гулять с детьми в Центральном парке отдыха. В этом году особенно их порадовали фигуры снеговиков. В Центральном парке очень нравится. В этом году появились новые скульптуры в виде снеговиков. Детям нравятся вот там сани, играют на них, и горка нравится. Если бы еще за ней лучше ухаживали, лучше заливали, было вообще идеально. Елки, да, и на Центральной площади около курса. Все очень красиво и поднимает настроение новогоднее. Арт-объекты в виде числа 2021 и другие многочисленные инсталляции уже стали фотозонами для жителей и гостей города. В ближайшее время добавятся еще несколько элементов. У кинотеатра «Искра» установят фонтан и карету с лошадьми. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЕ-ТВ.